Физкульт привет, друзья и ученики! Мне очень приятно, что вам понравились тренировки по правильному фуллбади, разделенному на определенные сплиты, естественно, которые я вам показываю, которые я сам придерживаюсь и частенько тренируюсь по этим программам. Вы уже увидели первые две программки, сегодня будет третья. Сегодня мы более интенсивно поработаем над нашими ногами. Вы помните, что в первую тренировку мы делали фронтальное приседание. Сегодня мы приседаем классически со штангой на плечах. Но перед тем, как перейти к третьей программе, давайте вспомним, что было в первых двух программах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внимательный зритель заметил, что фуллбади, которые я вам рекомендую, строятся вокруг двух самых крупных мышечных групп, разделенных в разные дни. Это ноги и спина. В один из дней мы делаем приседания, тот или иной тип, в другой день мы делаем классическую становую тягу. Продолжение следует... И ко всему этому прилепляем уже более мелкие мышечные группы, такие как грудные, дельты. Руки тоже прорабатываем, но не так, как это принято. Они у нас больше работают косвенно в базовых упражнениях. И по одному упражнению мы добиваем в конце тренировки. Голени с вами мы прокачиваем на каждой тренировке. На тренировках, когда у нас тяжелые приседы, мы делаем, стараемся делать голень сидя. И когда же у нас становая тяга, мы делаем подъемы на носки стоя. Кто-то заметит, что нету пресса. Это неправда, потому что в таких тяжелых базовых упражнениях, как приседания, становая тяга, пресс работает лучше всего. Работают мышцы-стабилизаторы. А когда мы с вами просыпаемся, у меня есть об этом и видео, и статьи, мы делаем с вами вакуум, мы делаем с вами скручивание, дожжение. Кто не знает, обязательно найдите статьи, видео, изучите, как правильно начинать утро. Ну что, перейдем к третьей тренировке по нашей программе. Естественно, после того, как мы сделаем общую разминку, сегодня я делал ее на велотренажере для того, чтобы разомнять именно коленные суставы, и переходим к экстензиям. Делаем 4 подходика на 15 раз без веса. После переходим к приседаниям. Разминаемся в 3-4 подходах и плавно подходим к рабочему весу. Обращаю ваше внимание, что разминочные подходы должны быть разминочными, они не должны вас утомлять. Выставляем рабочий вес, сегодня у меня это 180 кг, и делаем 8 четких повторений. Кто может 10-12, отлично. Просто я почувствовал, что 9 повторение будет уже для меня предельным. Не факт, что я смогу сесть достаточно низко и встать в идеальной технике. Поэтому я остановился на 8. На ноги я рекомендую делать 10-12 повторений минимум. Для того, чтобы организм немножечко отдохнул, как раз таки сейчас переходим к подъемам на носки сидя. В тренажере, естественно. Обращаю ваше внимание, что также разминка должна быть разминкой. Я практически не отдыхаю между разминочными подходами, просто плавно повышаю вес, подходя к рабочему подходу. Их будет 3. По 15 повторений. Что важно? Важно обращать внимание на технику выполнения упражнения. Что стоя, что сидя. Для голени это очень важно. В прошлом ролике я уже говорил об этом, но и сегодня тоже расскажу. Когда вы поднимаетесь из нижней точки, когда ваша пятка в самом низу, нужно делать это в 2 этапа. Сначала поднимаем пятку до того момента, когда стопа будет параллельно полу, а затем следующим движением поднимаем пятку вверх. Опускаемся одним плавным движением. Поднимаемся двумя движениями. Опускаемся одним плавным движением. Это правильная техника на голень, на иконожные мышцы. И вы почувствуете, насколько качественно они прокачиваются. Переходим к жимам на грудные мышцы. Сегодня первое упражнение это жимы гантели на наклонной скамье. Я тоже делаю 3 подводящих, разминочных подходика. После чего делаю 3 рабочих подхода. На 12, 11, 10 повторений. Но диапазон повторений у вас должен быть 12-8. Не больше 12, не меньше 8. На это и ориентируйтесь. В рабочих подходах я тоже повышаю вес плавно. Снижая количество повторений, соответственно. После приступаю к самому моему любимому упражнению на грудные мышцы. Это разновидность отжиманий. Отжиманий на кольцах. Нужна подставка, чтобы ваше тело было параллельно полу. Грудные мышцы лучше всего откликаются, реагируют на отжимания. Посмотрите на гимнастов. Посмотрите, как развиты их грудные мышцы. Полностью от внутренней части к внешней, сверху донизу. И гимнасты не жмут ни штангу, ни гантели. Только отжимания. Различные отжимания. Чем больше, чаще вы будете отжиматься, тем лучше будут развиты ваши грудные мышцы. Не зря в моих начальных программах для новичков брусья стоят с самым главным упражнением. И только во второй ступени мы и приступаем уже к жиму штанганги лежа. Обращаю на это ваше внимание, друзья. Проверьте себя. Если вы не можете отжаться на брусьях 30-40 раз, то встает вопрос. Нужен ли вам вообще жим лежа? Сначала нужно набрать определенную силовую базу в отжиманиях от брусьев. Но вернемся к нашей тренировке. Мы делаем здесь уже только 3 рабочих подхода на 12-15 повторений. Медленно опускаемся вниз, растягивая грудные мышцы. И мощно выжимаем себя вверх. Разводим. Обратите внимание на технику. Разводим предплечье в стороны, но при этом они остаются параллельны друг к другу. И желательно перпендикулярный пол. Тогда мы с вами хорошо почувствуем грудные мышцы. И будем беречь наш плечевой сустав от перерастяжений, от возникновения различных проблем и травм. Это очень важный момент. Ну что, друзья, осталось заключительное упражнение. Бицепс. Сегодня это будут подъемы на скамье с легким наклоном назад. Очень важно здесь также чувствовать, как работает мышца. Делаем 8-12 повторений. 3 рабочих подхода. 2-3 разминочно-подводящих подхода. Медленно, подконтрольно, но мощным усилием поднимаем гантель вверх. И в 2-3 раза медленнее опускаем. Обращаю внимание на технику выполнения движения, друзья. Она должна быть идеальной. И работаем всегда до отказа. Не в отказ. Что это значит? Я не раз уже говорил. Правильная работа до отказа, это когда вы чувствуете, что следующее повторение будет неправильным. Это значит, что вы не сможете его сделать в идеальной технике. И мы останавливаемся, не заходя на это повторение. Вот правильная, грамотная техника работы до отказа. Кто хочет более подробно узнать, что такое работа до отказа, в отказ, за отказ, почитайте мою статью или посмотрите видеоролик на эту тему. Не так давно он вышел на канале. Ну что, друзья, спасибо, что смотрите. Это была не заключительная программа данной системы. Ждите следующую. Обязательно отписывайтесь в комментариях, как вам нравятся эти тренировки. Я надеюсь, что вы их повторяете, что вы их пропускаете через себя. У меня отличный памп, я очень хорошо себя чувствую от такого тренинга. И я чувствую, как растет моя общая мышечная масса, при этом тело становится более качественным. Конечно же, если мы следим с вами за питанием. Лучшая благодарность для меня и для канала, это, если вы делаете репост, ставите лайк или дизлайк, пишите комментарии. Это лучшая благодарность для канала. Не забывайте, что вы можете купить книгу для мужчин отдельно, отдельно для женщин. Стоит она всего, каждая книга, 25 долларов. Это, не побоюсь этого слова, не книжка, а справочник. И мужчинам, и женщинам, и особенно тем, кто называет себя тренером-инструктором. Кто взял на себя смелость, ответственность тренировать людей. Вы просто обязаны изучить эти книги. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok